Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада видеть вас сегодня здесь. Но сегодняшнюю нашу встречу я хотела бы начать несколько нетривиально. Я бы сказала, к сожалению, мы не можем на это не реагировать, поскольку мы живые люди. Поэтому я хотела бы начать нашу вторую сессию проекта «Открытые системы» с некоторого небольшого количества времени, в течение которого мы вспомним о тех, кто погиб в Париже во время терактов с сегодняшней ночью. Во всяком случае, как долго бы не длилась эта минута молчания, мы все равно будем помнить о тех, кто стал жертвой террора. И в этом контексте, как это ни странно бы прозвучало, сам проект «Открытые системы» является очень адекватным ответом на любое давление системы на свободу художественного выражения, на свободу как таковую. Мы задумывали проект, посвященный художественной самоорганизации последних 15 лет в России, опираясь на представление об «Открытой системе», как о системе, которая свободно взаимодействует со своей средой, которая противостоит энтропии и хаосу. Это такая система, которая порождена самоорганизацией. И если мы спроецируем философские, социальные и физические теории на художественный процесс, мы обнаружим, что самые интересные, самые развивающиеся истории случаются в тех пределах, которые мы также называем художественной самоорганизацией. Мы разделили все инициативы, которые смогли выявить, на четыре условные группы. В первой группе, связанной с приватными пространствами, была посвящена первая сессия нашего проекта, которая прошла в прошлую субботу. И сегодня мы говорим о инициативах, объединенных представлением о месте, как о чужом. То есть это инициативы, разворачивающиеся на чужих пространствах, слово «чужие» я беру в кавычки, то есть на пространствах, которые не присвоены, не обжиты, это пространство съемных выставочных залов, которые заселяются искусством, благодаря совместным усилиям всех, кто инициирует такого рода события. В отличие от частных пространств, в которых искусство чувствует себя более или менее спрятанным от бурь общественной жизни, чужие места в значительной степени больше подвергнуты воздействию среды и в определенном смысле находятся под более жестким ударом системы. Именно поэтому мы хотели бы особое внимание сегодняшней финальной дискуссии уделить ситуации с центром «Красный», который ровно неделю назад, 7 ноября, подвергся атаке сил полиции и некой организации под названием «Антидилер», и некоторое время находился на грани закрытия. Очень рада сообщить, что по последним данным «Центр «Красный» продолжает свою работу. И надеюсь, что представители центра присоединятся к нашему сегодняшнему обсуждению. Но сегодня у нас будет очень плотным, потому что участников в этой сессии много, и очень многое хотелось бы выслушать и обсудить. Продолжение следует...